Добрый день! Я хотела рассказать вам сегодня о том, как связан Берлин и Фридс Пёрс. Во всей литературе достаточно часто рассказывают о том, что Фридс Пёрс вот так вот связан с Берлином, что его эстетические и психологические и научные предпочтения были созданы в Берлине. И, по сути, он прожил там 40 лет с 1893 года по 1933 год. В 1933 году, когда приходят к власти Гитлер, они с Лурой и с двумя детьми быстро-быстро перебираются в Нидерланды, а оттуда в Южную Африку. Ему 40 лет, когда это происходит. То есть первые 40 лет своей жизни он прожил в Берлине. И я бы просто хотела немножко обрисовать картину жизни Берлина, показать, каким образом устроен быт, устроена культура. Может быть, что-то покажется нам удивительным, что-то покажется нам привлекательным, что-то уже никогда недостижимым, просто вот так, как это происходило. Во-первых, хочу вам показать план Берлина. Это очень большой город. И в 1920 году, то есть когда Керлзу 27 лет, я вам сейчас попробую показать, это такой большой-большой город. Ну, что поделаешь. Значит, в этом городе еще мы его знаем таким по населению, по распределению таких жителей, по развлечениям. Есть несколько кварталов, ну, громадный. Вот тут по истине речка течет такая. Вот с этой стороны речки находится, вот здесь вот в старом месте находятся еврейские кварталы. Они, в общем, евреи жили в Берлине, на том месте, которое сейчас называется город Берлин, началось с 13 века. Но расцвет общины был в конце 19 века, в 1880-е-890-е годы, когда сюда, в Берлин, на, в общем, развивающийся город, ну, фактически получали даже почти приглашение люди из разных мест. И сюда приезжали много из Польши. И родители перебрались из Польши и стали жить-поживать в Берлине. Отец был виноторговцем. Есть мнение, что он был торговцем палестинскими винами. Ну, в общем, тоже сейчас трудно проверить. Так что Палестина тогда была турецкой территорией. Ну, поэтому, может быть, это немножко было избыточным словом Палестина. Ну, так в литературе пишут. И вот в этой семье, которая сначала была не очень богатой, жила в бедных октястностях, потом стала более богатой, родился из две дочки и сын. Ну, в общем, почему бы и нет. Вот они стали жить-поживать, добра наживать. В центре этого богатого квартала была вот такая синагога. Очень большая, очень красивая. В мавританском стиле построена тоже в конце XIX века. Ну, вот там такие были здания, ну, вот такого типа в стиле модерн. Просто так для настроения. В этот момент в Берлине жило 160 тысяч евреев. И это не было стыдным словом. То есть потому что было и учебное заведение, ориентированное на евреев, и было возможно говорить на немецком языке или на идешь, но они предпочитали детей своих обучать на немецком языке, чтобы они стали немцами и осваивали немецкую культуру. Такая же биография, сходная мы можем увидеть у Мандельштама, только его семья из Польши через Ригу перебралась в Санкт-Петербург и тогдашний. Мандельштам, кстати, и перс почти ровесники. Перс родился в 1893 году, а Мандельштам родился в 1891 году. И даже по занятиям родителей Мандельштама и родители перса занимались виноторговлей, и поэтому некоторая атмосфера, которую может передать Мандельштам в своих воспоминаниях, может быть, дает какое-то представление о той атмосфере, которая была вокруг перса. А совсем рядышком у нас было другое здание. Оно же попозже появилось. Пелсу в этот момент было сколько? В 1903 году, а это седьмой год. В 1907 году, как раз когда Пелсу исполняется, сколько? 14 лет строится вот этот знаменитый универмаг. Торговый дом Запада. Почему он торговый дом Запада называется? Это не Запад, как Америка, а это западный район Берлина, потому что в этот момент этот торговый дом строился совсем на границе от более старого Берлина и новых построек, в которые селились такие обеспеченные люди. Такой модерн, этот модерн, такой очень похожий в Петербурге и в Риге, и в Берлине. Это застройка начала 20 века, и когда ты попадаешь в этот район Берлина, ты думаешь, что ты на петроградской стороне Петербурга или ты в Риге, в модерне. Как раз в то время, почему я хотела это показать, от дома, где жил Пёркс в это время, до КДВ было, наверное, пешком, минут 40, медленно. Может быть, для подростка это было полчаса. И это было символом нового мира, европейского мира, такого ориентированного на какие-то новые формы, на новое искусство и так далее. Что мы знаем про Пёркса? Если так остановить визуальную часть, я, пожалуй, еще покажу одну картиночку. Я покажу такую картиночку. Это Берлин уже 12-го года. Пёркса в это время 19 лет. И вот это одна из торговых площадей Берлина. Видите, и машины, и лошади, и большие тумбы с театральными объявлениями, и приятная публика ходит, и красивые дома, и на горизонте обязательно даже художник изображает тумбу промышленную, чтобы показать какую-то атмосферу города. При этом этот желтоватый свет, который здесь есть, я думаю, что это не случайность, потому что большие мегаполисы того времени всегда были слегка желтоватым оттенком, потому что там лошади были, а где лошади, там навоз. Поэтому было такое сложное. Ну, вот этот черно-белый снимок более передает атмосферу, может быть, строго. Согласитесь, что мы такие издания, такую атмосферу видели. Это вот место, к которому стремился буржуа, и, собственно, семья Пёртс, она вот двигалась в этом направлении. Мы знаем, что об этом, мы знаем, что из биографии Пёртса, что родители его ссорились, мы знаем, что ссоры были на интересные всякие темы, например, школа, в которой он учился, отличалась такой формальной дисциплиной, потому что как только ученик нарушал какие-нибудь правила, тут же письменно по почте ему отправлялось о замечании родителей. Мы дали и сведения, что Пёртс каким-то образом перехватывал эти послания. Что еще интересно, что мы еще об этом всем знаем? Мы знаем, например, что в это время в Берлине происходили всякие интересные вещи. Вот, например, в это время было популярно театр. В 1905 году, то есть, когда Пёртса 12 лет, в этом городе стал работать такой знаменитый знаменитый театр, режиссер и актер Рейнхард, Макс Рейнхард, и его достижения, его какой-то такая творческая часть были очень знаменитыми тем, что он как бы соединялся Мерхульде и Станиславского. Он одновременно ставил пьесы Горького. Они, кстати, очень любили в Германии, в Берлине поставить Горького. На дне пьесу его ставили, допустим, и могли поставить Шекспира. Рейнхард, в общем, такая культовая фигура для Берлина, он, например, настолько был популярен, что он ставил театральные постановки на стадионе, где собирались в амфитеатре где-то 3000 человек собиралось. Нам сейчас трудно себе представить или приятно. Мы сейчас такие шоу видим. Это сделало театр демократичным. Он ввел театральную студию. И тогда получается, что подросток у меня просьба, выключите звук, пожалуйста. Тот, кто еще не выключил свой звук, выключите, сделайте доброе дело, пожалуйста. Спасибо. Так вот, школьник бегает в театральный кружок, который при этом театре. Ему сколько, 13-14 лет, ему это очень нравится. Ему даже дают какую-то маленькую-маленькую роль сыграть. И понятно, что театральная практика, она бывает и дома. То есть мы знаем, что семья предоставляла свои квартиры для того, чтобы разыграть домашние спектакли. Для нас это кажется странным, правда? Для нас кажется странным, что бывают домашние спектакли. Для нас кажется странным, что 14-летний ребенок ходит не в дворец пионеров, а, допустим, в настоящий театр, в настоящую театральную студию. Ну, вот так были другие времена. Чтобы опять-таки понять, как это все было устроено, я бы хотела вспомнить Бубера. Бубер, он жил не в Берлине, Бубер, он жил в Вене. Но, что интересно, допустим, он в школьной библиотеке Бубер находит книжку Канта, и она ему очень нравится. И таким образом он в общем знакомится с Кантом и с его идеями, и с тем, что каким-то образом можно обсуждать пустоту, что можно обсуждать то, как устроен мир. Вот скажите, пожалуйста, кто из присутствующих заинтересовался бы тем, чтобы, допустим, обсуждать нитши, когда вы были школьником, или чтобы, например, вот в школьные годы найти книжку Канта где-нибудь, например, на уровне шестого, седьмого класса и всерьез ее изучить. Правда? Это же немножко для нас непривычная, правда, стилистика. То есть можно сказать, что с одной стороны это как бы и некоторая такая избыточная дисциплина и занудство, с другой стороны это некоторая история про то, что уже если человек получал образование, то он как бы его вынуждали получать его серьезным образом. Ну вот я просто сейчас попробую вот эту ссылочку найти и показать, что на презентации. Я не знаю, как вы, я даже слов таких не знала. когда училась в школе, представьте, что вам 14 лет и вы находите в школе-библиотеке книжку про легомонок, о всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука. И мальчик вот Увер тоже, почему я его упоминаю, он тоже из еврейской семьи, тоже получает образование, тоже получает двойное образование, образование в духе хасидов и образование в духе классическом. Но он живет в Австрии, это совсем другая история. В Австрии, а потом на юге Германии. В Вене, а потом на юге Германии. И вот он осваивает идею о том, что пространство и время существует в структуре человеческого сознания, что тайна пространства и времени была лишь тайной самого бытия. Правда же? приятно жить в таком мире. Итак, еще маленькая черта, которую хотела бы обратить ваше внимание. Это будет небольшая цитата из Мандельштама, который родился в Варшаве. И вот все-таки перчаточного дела я ошиблась по поводу винных дел. Но у меня в воспоминаниях он пишет о том, что он пишет о продаже вина. И вот посмотрите, такая, допустим, цитата. «Крепкий, румяный русский год катился по календарю с крашенными яйцами, елками, финскими коньками, декабрем и дачей, а тут же путался призрак. Новый год сентябрень и веселые старинные странные праздники, терзавшие вслух дикими именами». Рожгаршан и Иван Крампор. То есть две культуры, два языка, две системы описания. Одна культура европейская, другая культура традиционная. И это существование в двух мирах оно делает человека может быть творческим, может быть оно лишает его опоры. Интересная история такая и в параллель и в Петербурге, и в Берлине, но и в Вене. Если мальчик учился в общей гимназии или в общем университете, то он мог иметь, допустим, в Вене свое собственное вероисповедание, быть иудеем, но он должен был ходить обязательно на христианские верослужения. Там никто не проверял, что он произносит тихонько, но предполагал, что он стоит и произносит христианские молитвы. В России по-другому поступали. Для того, чтобы поступить в основной университет, надо было сменить веру и стать выкрестом, то есть перекрестившимся евреем. Но это как-то такое было правило, тоже, которое все знали, к которому все привыкли. Вот такая атмосфера. А теперь на эту атмосферу накладывается, представьте себе, такая ситуация. Перс поступает в медицинские отделения университета. Поступает не потому, что он любит сильную медицину, а потому, что это хорошая специальность. И когда начинается война, он еще мальчик, когда ему в 1916 году, он попадает в армию военным доктором. Он об этом мало известен, но известно, что он был в том месте, где была первая газовая атака, и он сам получил отравление газами, и был врачом, который помогал пострадавшим. Вот, когда 18-й год наступает, он в армию распускается, он возвращается к обучению, заканчивает институт, немножко стажируется как невролог у Гольштейна, и, собственно, работает в психиатрической больнице, и, как может, зарабатывает все на жизнь. А в городе в это время происходит такое, в городе в это время больше всего театров, каких только можно себе представить. Столько в Москве еще было столько же в начале 20-х годов. Они сравнивают себя с Москвой, как ни странно, Берлин. В этом городе живут люди всех национальностей, какие только возможно. Там становится 3 миллиона человек. Там может быть кабаре, может быть классическая музыка, а может быть цирк, а может быть ранние постановки Брехта, стрюграшовые оперы, а могут быть лекции по психоанализу, которые читает Вильгель Мраех. И все это происходит одновременно. Он же едется на Лори Пёрс. И продолжая параллели, скажем, что он переезжает, так как Лори Пёрс картиночку не могу показать. Немножко вот из богатой семьи фабрикантов. Они селятся около КДВ, снимают хороший кабинет, там есть маленькая мемориальная доска, которую сейчас повесили, и находится в самом-самом центре того, что только может происходить. И что еще мы знаем, что в это же время Лори Пёрс единственное, кого упоминает, он упоминает Солома Фридландера. Он упоминает эту книгу, которая была опубликована в 1918 году и стала книгой, которую, как ни странно, читали в кофейнях. Название «Творческая пустота» или «Порождающая пустота», «Индифферентная», вот «Индифферентность», «Творческая индифферентность» ее переводят еще. И это единственный, пожалуй, автор, который оказывается удостоен упоминания подробного в автобиографии Пёрса, что он лично с ним встречался, он его слышал. А как он его мог слышать? Потому что Солома Фридландер, а он выступал под именем Минона. А видите, как написано Минона? Вообще аноним. Но если есть индифферентность, то, значит, как бы есть анонимность. Поэтому он взял себе такой псевдоним, аноним наоборот. И вот так вот Минона, этот чудесный спикер, он выступал в кафе, в пивных, с удовольствием рассказывал о своих идеях, писал в изумительной скетче, в которой дело происходило с такими полярностями. Ни правые, ни левые, ни зло, ни добро. И, собственно, от него Перлс отчасти взял идею полярности, которая, с одной стороны, двигалась в философском смысле от Канта, потому что Солома Фридландер был неаконтианцем. С другой стороны, Перлс, в общем, скорее двигался из популярного направления. То есть, он даже писал, что, по-честному, что он всего пару статей прочитал про гиртель психологии, он просто схватывал что-то на лифу. Но я думаю, что это все оправдано. Если человек был военным доктором в течение 16-18-18-3 года, это не так мало, то он мог понимать практичные жизни. И вот в этой атмосфере еще ничто не предвещало катастрофу, где можно было съездить в Вену и посмотреть на театры и там пообщаться с кем-то конкретным из психоаналитиков и послушать Минону, который рассуждает о полярностях и о творческой пустоте, побыть на выставке дадаистов, потом принять очень амбициозных, очень дорогих клиентов в своем кабинете, который находится рядом с самым дорогим универмагом, с самым модным местом, общаться с художниками или просто заниматься своей частной текущей жизнью. Вот это перл с 35-36 с 40 лет, потом наступает перелом. Он совершенно в это время не собирается становиться гирстальтерапевтом, делать никакую реформацию в области психотерапии. но вот эта жизнь Берлина, которая была в этот период в Золотой век, она была и ее нет сейчас, она невоспроизводима. Отчасти мы можем поймать настроение в фильме Кабаре, если кто-то смотрел фильм Кабаре, там отчасти настроение этого времени передано, но это художественное произведение, а мы живем в обыкновенном мире. Вот, и на этом я остановилась. Спасибо вам за внимание. Это было несколько сумбурно, но мне хотелось также передать вот эту атмосферу новых автомобилей. То есть средний житель Берлина различал десятка-полтора марок по тому, какие у них моторы, даже по звуку моторов. И я так и не нашла биографию, был ли просто автомобиль, увлекался он этим. И они могли посетить Кабаре или Вильете в американском стиле, где были велосипедисты, ручные медведи, русские танцоры, фокусники и пародисты. Они могли сходить в мастерскую скульптуру или художника и поглазить на что-нибудь новенькое. И в общем это было неплохое время для тех, кто любил искусство. Правда, потом мюргеры, которые жили по окраинам и совершенно этого не любили, взяли свое, но это уже была совсем долгая история. скульптуру